Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». 19 апреля в стенах Рязанской областной филармонии выступит ансамбль солистов в студии «Новой музыки». Сегодня у нас в гостях Андрей Кулигин, выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреат международных конкурсов, композитор. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте! Ну вот, первый вопрос. Какое отношение вы имеете к тому концерту, который состоится 19 апреля в филармонии, собственно говоря, к ансамблю солистов в студии «Новой музыки»? Ну, как вы уже сказали, я закончил консерваторию имени Чайковского по классу композиции у профессора Владимира Григорьевича Тернопольского. В 1993 году он, ну не только он один, совместно с коллегами основал этот коллектив, является и по сей день его художественным руководителем. И в этом году, кстати, можно поздравить и нас, и ансамбль с 25-летним юбилеем. Мое отношение в двух словах даже не выскажешь, то есть я не только ученик Тернопольского, мои сочинения исполнялись как раз в основном вот этим ансамблем. Что это за музыка и вообще кому стоит обратить внимание на этот концерт и его посетить? Кому это будет интересно? Интересно это может быть как специалистам, музыкантам, то есть исполнителям, теоретикам, просто зрителям, которые наверняка откроют для себя что-то новое. Музыка интересная, необычная. И мелодия далеко не единственное средство выразительности в музыке. Достаточно взять ритм, метр, темп, не знаю, агогику, синтаксис, динамику и много всего. А часто это большое заблуждение. Достоинства или недостатки музыкального произведения навешиваются, как некий ярлык, только на мелодию. Вот мелодия плохая или хорошая. Вы, может быть, еще расскажете что-то о программе, какие именно произведения прозвучат, чтобы телезрители хотя бы примерно представляли, насколько им это будет интересно. Скажем, композитор Николай Рословец. Будет исполняться его фортепианное трио. Рословец известен как автор техники, композиторской техники синтет-аккордов, то есть синтетических аккордов. Такие определенные звуковые комплексы, в отличие от додекофонной серии Шонберга, они содержат менее чем 12 звуков. Достигается такое единство музыкальной ткани сочинения, когда из одного этого звукового комплекса образуется как и горизонталь, то есть мелодические какие-то построения, и также и вертикаль, то есть аккорды. Подобные вещи я использовал также в одном из своих сочинений «Контуры туманности». Но еще отдельно хочу сказать о сочинении Эдисона Васильевича Денисова. Тут, во-первых, налицо такая непосредственная преемственность поколений. Тернопольский является учеником Денисова, я являюсь учеником Тернопольского. Эдисон Денисов написал вот это произведение «Жизнь в красном цвете» для голоса и камерного ансамбля. Эдисон Денисов закончил физико-математический факультет Томского университета перед обучением своим в консерватории. Я закончил в свое время радиоинститут. Тексты использованы французского писателя Бориса Виана, который тоже закончил центральную парижскую школу. Я нашел в интернете, это технический какой-то ведущий вуз Парижа. То есть мы все с таким, получается, техническим образованием. Потом то, что Борис Виан еще являлся и певцом, а также джазовым трубачом и исполнителем в джазовом оркестре. Ваш покорный тоже в свое время служил в автомобильном институте в нашем городе и тоже играл на духовом инструменте. Вот расскажите, пожалуйста, очень интересно, вы человек изначально с техническим образованием. Каким образом сложилась ваша жизнь, что вас привело именно в консерваторию, а тем более подтолкнуло на то, что вы стали композитором и стали писать музыку? Композитор я уже, как говорится, столько не живу очень давно. Но другое дело, что я писал и как я писал, это дело давнее. Когда я учился в радиоинституте, тогда я параллельно занимался просто для себя игрой на гитаре классической. В этих рамках самостоятельного такого, как сказать, варенья в собственном соку мне показалось довольно тесно. Я пошел в наше музыкальное училище, нашел там преподавателя, это был Вадим Александрович Кузнецов, которому после радиоинститута я поступил и по классу гитары уже как студент. До этого частным образом с ним занимался. Такой неожиданный для многих скачок, я после высшего образования пошел получать среднее, но по музыке. По специальности радиоинститутской так сложилось, ни дня не работал. Сейчас я даже не вспомню, как она называется. Учился как гитарист, постоянно из меня вот это, не знаю, ключом било. Я сочинял какие-то дуэты, трио и вовлекал еще своих коллег, не только гитаристов. То есть мы организовывали постоянно какие-то ансамбли. Музыка была такая традиционная, постоянно на что-то похожее, но всем нравилось. И в концертах, конечно, она звучала, но только в училищных таких. Однажды Юрий Николаевич Холопов посмотрел мои сочинения, это было таким очень мощным толчком. Это известный теоретик, преподаватель консерватории. Ну, достаточно высоко оценил мои какие-то наброски, просто там я что-то показывал. Играть не нужно, он просто ноты смотрит, он все видит. Вот, и сказал, да, учиться нужно, то есть перспективы есть, есть и какие-то пробелы, их надо. Вы никому об этом не рассказывайте, но восполнять, конечно, нужно по мере возможности. И потом я поехал, просто я подал документы на поступление в консерваторию. Еще при этом я служил, я же был военный музыкант, о которых говорят военный музыкант, он и не военный, и не музыкант. Вот, и чтобы это уже как-то прекратилось, ну, только я военный или я музыкант. Вот, и просто попытаться, и даже не был особенно уверен, светит ли мне вообще поступить. Это очень сложно в консерваторию поступать. Я не владел фортепианом, ну, вообще никак. Ну, то есть, что-то я как-то мог там две ноты связать. Вот, а туда нужно было подготовить еще вступительную программу, чисто фортепианную. Вот, и это потом оказалось таким камнем преткновения. Получилось, я прошел, мне поставили три, не знаю, с тремя минусами, там, с пятью. А как раз вот Владимир Григорьевич, мой преподаватель, вот, он заметил в моей сонате, я такую принес там сонату на 15 страниц, большую, для гитары. Ну, естественно, я больше, на чем я еще сыграю. Вот, он заметил, говорит, мне как раз и не нужно вот эти вот полотна, по 10 листов, там, как вот играют. Многих композиторов, как вот по его словам, я запомнил на всю жизнь, говорит, их испортил рояль. То есть, пишется музыка, у них уже все накатано, вся фактура музыкальная, вся ткань, она уже в руках, уже вся шопена, все что угодно, все уже переиграны, руки играют сами, многие вещи. То есть, получается, человек, как бы, он только думает, что он сочиняет. На самом деле, иногда руки просто сыграют, уже красиво, уже все накатано. Мне это приходилось вот в прямом смысле родить, то есть, придумать. Ну, руки не играют никак на фортепиано. Вот, и он заметил в этой моей сонате, как какое-то зернышко, буквально мотив, там, не знаю, 3-5 нот. Вы не знаете вот музыку Шонберга? Это вот есть в фортепианных пьесах, опус 19, есть такое сочинение, там 6 пьес. У меня, наверное, как говорят, на лбу было нарисовано, что я не знаю Шонберга. Приехал мальчик из Рязани такой, чистый, свежий, ничего не знает. И он на это и обратил внимание. Ясно, что я не списал. У меня к таким нотам даже доступа нет. В Рязани просто нет нигде, где этот Шонберг. Это потом уже интернет, там, не знаю, Ленинская библиотека, но это все в Москве. Все профессора, все говорят, а как же ты будешь учиться? Ну, руки вообще не играют, а там же и чтение партитур. Потом свои сочинения нужно как-то показывать. Опять же, нужно, или, говорит, вы постоянно будете просить кого-то, чтобы вам сыграли. Вот, и как это вообще, и писать, и играть, не владея фортепиано. Просто это внушается очень так планомерно и настойчиво, что ты нам не подходишь. Ты не умеешь играть. Я это считал, как-то я комплексовал, это большой минус. Потом раз, плюс. Прекрасно. Траннопольский просто поддержал. То есть он не исправлял никакие ноты. Он просто, ну, представим, ну, просто как по плечу похлопал. Молодец, нормально. Все, я воспрял духом, но это уже другой человек стал совсем. Андрей, вот если отойти от какой-то терминологии, понятной только вам, там, понятной, наверное, музыкантом, да, но непростому зрителю. Вот ваша музыка, какая она, о чем она, чтобы вы хотели, чтобы чувствовал человек, который ее слышит. Все равно же всегда, что поэт, что композитор, своим произведением мы пытаемся что-то донести до слушателя. Вот что пытаетесь донести вы? Это такой неоднозначный вопрос. Это часто так спрашивают, например, о поэтическом, необязательном музыкальном произведении. Что автор хотел этим сказать? Получается, хотел в самом вопросе уже не состыковка, что хотел это значит не сказал. То есть автор отвечает, вы читайте роман. Не что я хотел сказать этим романам, я уже сказал. Читайте роман, там все это. То есть можно в двух словах, например, пересказать содержание очень кратко Евгения Онегина, например. Но почему-то Пушкину потребовался целый роман, много глав, там такой достаточно приличный объем, чтобы вот этим сказать то, что он сказал. О чем музыка, не знаю, она же оперирует таким внепонятейным аппаратом. Ну, должна, наверное, наталкивать на какие-то размышления. Но в любом случае не развлекать. То есть музыка такая интеллектуальная. Ну вот мы с вами уже более-менее очертили круг тех, кому был бы интересен этот концерт. Ваше произведение, то, что вы написали, они также будут звучать 19 апреля? Нет, в этом концерте нет. Последнее, вот в 16-м году, такое получилось событие, для меня это тоже было неожиданно. Культурным центром ЗИЛ в Москве был объявлен всероссийский конкурс в связи с исполнением, ну, как бы со столетним юбилеем завода имени Лихачева. А культурный центр ЗИЛ, который в свое время начинал как просто ДК при заводе, теперь уже он как самостоятельная структурная единица, они объявили конкурс на создание музыки балета, посвященного столетию завода ЗИЛ. Я подал заявку как бы тоже без шансов, ну, я не знал заранее, что будет, потом оказалось, что заявок со всей России было 44. Через какое-то время выяснилось, что я попал в десятку, потом в тройку, а в итоге я являюсь победителем этого конкурса, и мне был сделан заказ на написание музыки балета. Как организаторы конкурса говорили, это может быть и целое произведение, могут быть какие-то фрагменты, чтобы жюри конкурса могло понять стиль, как бы направление, чего им ждать. И мы вместе с моей женой Оксаной написали, там же нужно было не только музыкальные фрагменты, еще некий сюжет или либретто. Но тут я был просто беспомощный, она мне очень помогла. Потом так оказалось, что хореографы, уже когда реально дошло до воплощения замысла, они настолько все изменили, балет оказался бессюжетным таким. Но в любом случае очень интересно. Назвали его «Танцевальный спектакль». В марте 1917 года была премьера в культурном центре ЗИЛ. И что мне особенно приятно, то есть произведение не оказалось такой однодневкой, как бы сыграли и забыли. Они потом это ставили еще раз, вот в декабре, совсем недавно. И говорят, что музыка настолько нравится, они ходят, даже вот балетные артисты и дирижер говорил, вот просто идешь, она не отпускает, вот напиваешь там себе. Она как раз такая в более традиционном ключе написанная, не особенно сложная, может быть, гармоническая. Там акцент сделан на ритм. То есть я понимал, что это должно быть прежде всего танцевальное. Ну, в любом случае говорить о музыке, наверное, глупо. Ее нужно слушать. И поэтому приглашаем всех рязанцев на ансамбль солистов студии «Новой музыки», который, повторюсь, пройдет 19 апреля в стенах Рязанской областной филармонии. Андрей, большое спасибо, что сегодня вы нашли время к нам прийти. Спасибо. Желаем вам успехов в вашем творчестве. Спасибо. Ну, а нашим телезрителям мы также желаем всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова